2008 год, Москва. Стадион Лужники. Финал Лиги Чемпионов УЕФА. Я прекрасно помню тот матч между Манчестером, Юнайтед и Челси. Финальный промах Джона Терри, легенда лондонского клуба после матчевых пенальти и невероятную радость красных дьяволов из Манчестера. Открывала матч шикарное просто представление от российских организаторов финала на трибунах Роман Абрамович, владелец лондонского Челси, и Андрей Луговой, убийца Александра Литвиненко, бывшего офицера Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Деньги и смерть на празднике спорта – типичная картина в России во все времена. Спустя годы, пересматривая и открытие финала, да и сам матч 2008 года, меня не покидала одна мысль. Московские организаторы буквально кричали и Европе, да и всему миру «Вот вам деньги, давайте нам влияние, давайте дружить!». Спойлер! Дружба с Российской Федерацией несет лишь горе, разрушение, войну и смерть. В 2012 году «Газпром» стал спонсором номер один в европейском футболе. Госкомпания не просто спонсор, между строк всегда намекающая «Мы вам чемоданы с Евро, вы нам влияние и возможность решать вопросы без проблем». На тот момент девиз «Газпрома» – «Мечты сбываются», кроме УЕФА, плотно засел в головах и чиновников ФИФА. В общем и целом, Россия на тот момент – большая и неотъемлемая часть европейского футбола. По крайней мере, именно такой образ строили в Москве. Что же можно сказать о сегодняшней футбольной России? Сборная ищет хоть каких-то партнеров для матчей. Российские футболисты, клубы играют с псевдофутболистами из псевдореспублик, ну а «Газпром» дышит наладом. Купить российского футболиста из российского клуба сейчас значит замараться. Ну что, рассказать, как все рухнуло? Развал Советского Союза ознаменовал раздел сфер влияния оставшихся после империи. Экономика, энергетика, геополитика и, конечно же, спорт – все это разом под себя подмяла Российская Федерация, самоназванная, единственная наследница СССР. Как Россия забрала футбольное наследие, которое осталось после Советского Союза? Наследие было огромное. Наследие в основном было не российское. Мы вспоминаем победы киевского «Динамо» в основном, победы тбилисского «Динамо». И выигрыши украинскими и грузинскими клубами вот этих самых европейских турниров – все это знают и все прекрасно это понимают. Это очень сильно раздражало Москву. И каждый раз, чтобы как-нибудь нивелировать это, она говорила, что это не победа грузинской команды, это не победа украинской команды, клуба, это победа советского футбола. В сборной СССР бывали моменты, когда играли исключительные игроки киевского «Динамо». Киевское «Динамо» того момента не просто базовая команда сборной СССР, а ее основа, ее философия во главе с тренером. Россия взяла советский футбол и перенесла его на вот ту самую российскую почву после 91-го года. Получив необходимое, в России перешли к следующему этапу. Уверен, вы неоднократно слышали фразу «спорт вне политики». Российские чинуши по образу и подобию советских сразу же поняли главное – спорт, в особенности массовый, как футбол, и есть прекрасной возможностью влиять на политику. Осталось лишь найти способ продвигать свои нарративы. Как Россия после развала Советского Союза, в целом новосозданное же государство, получила влияние, место вообще в УЕФА и ФИФА? Так же, как и в ООН и Совете Безопасности ООН. По сути, провозгласив себя правонаследником Советского Союза, забрала в одностороннем порядке, кстати, забрала себе все и активы, и пассивы, которые принадлежали Советскому Союзу. Причем, я повторюсь, Советский Союз – это общее наследие всех народов, которые когда-то входили в это государство. И Украина, и Грузия, и другие бывшие республики Советского Союза возмутились. Почему вы отдаете это место России? Мы тоже члены этих организаций. Украина активнее всего тогда, на самом деле, давила перед отборочным турниром чемпионата мира в США. И УЕФА и ФИФА бы так просто отдали никаких отборочных турниров, ничего, это все осталось на каком-то уровне разговоров. Сборная России выиграла тогда отборочный турнир и поехала на чемпионат мира. Добавлю, параллельно с обработкой футбольных чиновников, российские клубы и сборные добивались заметных успехов в Европе. 2005 год. ЦСКА берет Кубок УЕФА. Ныне этот турнир реформирован в Лигу Европы. 2008 год. Российская сборная доходит до полуфинала чемпионата Европы. Роман Павлюченко, Андрей Аршавин – это нападающие сборные Российской Федерации по футболу – переходят в сильнейший чемпионат Европы – английскую премьер-лигу. На тот момент клубы из России достигают невиданных финансовых высот, получая возможность приглашать вместо чемпионат звезд мирового футбола. Чего только стоят переходы Самиуэля Этуо и Роберто Карлоса в махачкалинские анжи. Можно ли сказать, что это расцвет такой? Вы помните возраст, уровень, состояние Роберто Карлоса и Самиуэля Этуо в момент перехода в российские клубы? Это великие игроки, так скажем, конца их карьеры. Это все прекрасно понимали. Это деньги. Деньги, деньги, деньги. Начиная с второго срока Путина. И начались вот эти все грандиозные проекты вставания России с колен, спорта, экономики и всего остального. Прежде всего, для того, чтобы показать, как всегда, вот эту красивую витрину. Деньги абсолютно не конкурентные на тот момент. И я думаю, что они все особо не напрягались. То есть мы понимаем, что тот уровень требований, которые предъявляют к игроку в Испании, в Италии, во Франции, в Германии, отличается от тех требований, которые в Махачкале предъявлялись. То есть мы говорим о звездах мирового масштаба. Это просто такой своеобразный пансион. Потому что на пенсию можно заработать, не напрягаясь. В то же время такие же шальные деньги, по сути, везде в России были. Везде. Ну, то есть просто залили эту сферу деньгами. 2 декабря 2010 года на заседании исполкома FIFA обсуждался вопрос предоставления права проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Борьба велась между четырьмя претендентами – Россией, Англией и парами Испания-Португалия и Бельгия-Голландия. В итоге право провести мундиаль отдали России. От лица государства, которое на тот момент уже развязало войну против Грузии, с докладом выступал тогдашний глава Российского футбольного союза, министр спорта РФ Виталий Мутко. Во время презентации Мутко вовсю расхваливал преимущества, которые мировой спорт получит от проведения чемпионата мира именно в России. Мол, для FIFA это точно так же важно, как и для Российской Федерации, ведь Международная ассоциация футбола получит невероятные горизонты возможностей. Тогда в Цюрихе Мутко ошеломил делегатов цифрами. Россия вложила лишь в промотирование Сочинской Олимпиады 2014 года миллиард долларов. Значит, на чемпионат мира по футболу может потратить еще больше. Что интересно, что 14 лет тому назад, что сейчас, такие финансы почему-то не используются для улучшения жизни самих россиян. Какой эффект на делегатов тогда произвела вот речь Мутко? Конечно, мы смеялись. Не вот этому несуразному английскому акценту. Мы видели этот лист, на котором, грубо говоря, русскими буквами были написаны английские слова с ударениями. Мы, честно говоря, смеялись-то над ним, но не смеялись над ситуацией. Кто такой Йозеф Блаттер? Йозеф Блаттер – представитель экономики в футболе, я бы так сказал, мягко говоря, бизнеса в футболе. Вы знаете, как футбол любит в мире. Он проник даже туда, куда он не проникал. Он покорил Соединенные Штаты Америки. А это, скажу вам, большая заслуга людей, которые поняли, что экономически очень важно в футболе продвигать. Это как раз и Жао Виланш и его последователь в этом смысле, его воспитанник – Йозеф Блаттер. Йозеф Блаттер, сейчас можно спокойно совершенно говорить, коррупционер. И это было доказано многочисленными расследованиями. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России, полученный их организаторами, с содержанием огромной коррупционной составляющей. Это произошло после того, как два года Россия ввела войну против Грузии. Это никого не смущало? Ну, это все-таки не рядовое событие – война против соседнего государства. Это не рядовое событие. К сожалению, многие чиновники этих структур в дальнейшем оказались коррумпированными. К сожалению, да, большие деньги с необходимостью часто ведут к тому, что возникают люди, которые начинают закрывать глаза на многие проблемы и морально-этического плана, и даже политического. Уже в то время для многих было достаточно очевидно, какую внешнюю политику проводит Россия. Просто они, знаете, так скромно отводили глаза и делали вид, что они не понимают природу и российских денег, и природу, и цели российской политики. Мы помним, как мировое сообщество отреагировало на горячий этап. В 2008 году под Олимпиаду как раз в Пекине, войны в Грузии. Работал вот этот принцип сепарации, который работал до недавнего времени. Это политика, а это спорт. Смешно по отношению к России, у которой нет разделения на политику и спорт. Есть политика смешанная, замешанная на спорте, спорт замешанный на политике. Это неразделимые вещи. От финансирования до идеологической составляющей всего этого. Это невозможно разделять. Казалось бы, вам дали право проводить чемпионат мира по футболу. Нерядовое событие, если что. Вот он, момент показать себя как адекватное государство. Начать менять свою политику. Например, зарабатывать больше на межгосударственных проектах. Прекратить войну против Грузии. И встроиться в это общество адекватных государств. Но нет. Февраль 2014 года. Во время Олимпиады в Сочи Россия начинает операцию по захвату украинского Крыма. Весна-лето того же года Россия инспирирует сепаратистские движения в Украине. Начинается война на Донбассе руками марионеток, управляемых из Москвы. Вскоре уже регулярная армия ИРФ вступает в войну на востоке Украины под прикрытием фразы «Нас там нет, это все местные шахтеры». Ну да, ведь в любой шахте Луганской области с легкостью найдется пара-тройка танков, РСЗО и гаубиц. В начале марта 2014 года американские сенаторы направили письмо тогдашнему главе ФИФА «Зепублатору» с просьбой приостановить членство России в Международной футбольной федерации и отнять у государства-агрессора право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году как раз из-за оккупации Крыма. 27 июня 2014 года на тот момент вице-премьер-министр Великобритании Ник Клэг заявил, что Россия должна быть лишена права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. Напомнить, как на такие просьбы тогда отреагировали ФИФА. «Международная федерация футбола безоговорочно поддерживает проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018 году», заявил президент ФИФА Йозеф Блаттер. «Мы доверяем стране, доверяем ее правительству», – сказал Блаттер в интервью агентству AirSport. Он также отметил, что сборные России и Украины будут разведены по разным группам во время жеребьевки, квалификационных и финальных турниров чемпионата. Чемпионат мира в 2018 году – апогей российского влияния на футбол. Для понимания, по данным РосСМИ, 3,5 миллиарда человек посмотрели матчи чемпионата мира от телевидения и диджитал-платформ до непосредственного пребывания на стадионах РФ. Туристы, реклама, новый виток интереса к России – теперь уже хозяйки мундиаля. И это в то время, когда ФСБ задерживало крымских татар по надуманным обвинениям, когда российские войска уничтожали Донбасс, гнали местное население оккупированных территорий на убои. Как отреагировали делегации команд, которые пробились на мундиале? Кто-то не приезжал, кто-то приезжал, кто-то поддерживал чемпионат мира в России. Это чемпионат мира. Для футболистов, которые, когда им нужно, и футбольных функционеров особенно, когда им нужно четко объяснить, что они делают и почему они делают, они говорят – это футбол, это соревнования, это чемпионат мира. Это было бы катастрофой, если бы его нужно было перенести или отменить. Слишком большая махина, слишком большие деньги, безусловно. Это слишком сложно организовать. 2018 год, чемпионат мира все-таки прошел, команды приехали, французы выиграли. Какие преимущества для России, опять-таки, в этом политическом плане, принесло проведение чемпионата мира по футболу? На внутрополитической арене, безусловно, принесло и грандиозные. В России футбол – спорт номер один. И, соответственно, когда для миллионной армии российских болельщиков, российская власть предоставила возможность насладиться этим зрелищем, то, естественно, это не могло не вызвать какую-то экзальтацию со стороны этих миллионов россиян. Что касается международной какой-то реакции, опять же, в масштабах вселенной это ординарное событие. Понятно, для футбола это не так часто происходит, раз в четыре года. Поэтому я бы не преувеличивал значение. Ну, и, наверное, бы все-таки и не совсем бы его нивелировал. Потому что в то же время достаточно много европейских и со всего мира болельщиков посетили Российскую Федерацию. И у них могло сложиться достаточно искривленное представление. Начав полномасштабную войну против Украины, в Кремле надеялись, что мир отреагирует точно так же. Какие-то санкции, минимум ограничений, ну, пару лет такой-сякой изоляции. А потом снова проведение чемпионата мира отдадут Москве. По данным дашборда Костелум, Россия – наиболее санкционированная страна в мире. Более 20 тысяч ограничений ввели союзники Украины по всему миру. Футбольное сообщество, что важно для нашей истории, так же не осталось в стороне. Реакция УЕФА, прежде всего, в первые же дни, вторжение было для меня удивительной, показательной и очень приятной. УЕФА отреагировало резко. Сначала было принято решение о том, чтобы ограничить, ну, предварительное решение. Все-таки это махина бюрократическая, это понятно. УЕФА – бюрократизированная организация. И на следующем этапе меня шокировало, как быстро это было сделано. Было принято основное решение о том, что российские команды на всех уровнях, в принципе, Российский футбольный союз не принимает участие до, так и было сказано, до окончания агрессивной войны. Российский футбольный союз больше не принимает участие в жизни и деятельности, в соревнованиях, под абсолютно разными эгидами, на всех уровнях, женские, юношеские, национальные. ФИФА точно так же. Волномасштабная война. У ЕФА все равно и ФИФА дали какой-то, да, ответ Российской Федерации на ее агрессивные действия. Самый главный, наверное, ответ – это Газпром все-таки. Как сейчас обстоит, как вот закончилось это сотрудничество, я так понимаю, Газпрома и в целом мирового футбола? Ну, там Газпром в прошлом году впервые показал рекордные убытки. Ну, и мы понимаем, почему это происходит. И было бы очень странно, если в результате тех санкций, которые вводятся против России, в частности, против энергетических компаний, было бы очень странно, если бы российская энергетическая компания, в то время, когда Европа пытается отказаться полностью от российского газа, но и в то же время компания, которая является основным оператором, кстати, собственником многих газовых систем в некоторых европейских государствах, продолжала бы быть титульным спонсором основных из международных турниров, общеевропейских. Я понимаю, что большинство людей, может быть, даже это и не заметили, то есть даже бы и не задумали. Что же представляет собой российский футбол сейчас, в 2024 году? Местные клубы борются и продолжают бороться, как в местном чемпионате, так и в кубке, но уже без амбиции попадания в Еврокубки, в Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций. Для понимания, для команды не из топ-лиг, игра в Еврокубках – это прекрасная возможность показать себя, показать своих игроков, впоследствии больше заработать, но для России теперь эти двери закрыты. Теперь местные клубы соревнуются с футболистами из непризнанных ЛДНР, Южной Осетии, Абхазии и оккупированного Крыма. Для кого и для чего это все делается? Для, опять же, внутреннего потребителя. Нужно жить имитацией, что вернулась нормальная жизнь куда-то, что вроде бы ничего и не изменилось, но что солнце как сходило, так и восходит. Понятно, что футбольные болельщики понимают разницу между участием сборной Украины в чемпионате Европы и участием или суперигрой сборной России с Эритреей. Это же прекрасно понимают и сами футболисты. Получается так, что их лучшие футбольные годы из-за прихоти каких-то неадекватов, по сути, принесены в жертву. Мне кажется, что этот процесс является необратимым. И желание России просто перетерпеть, переждать и вроде бы как бы вернуться, я думаю, оно безуспешно. Подведем итоги. Российский футбол от условно-конкурентно способного теперь стал ближе к маргинальному. Влияние на чиновников УИФА и ФИФА сейчас превратилось в тыкву. Российских футболистов с двуглавым орлом на эмблеме мы не увидим ни на ближайшем чемпионате Европы, ни на чемпионатах мира. Эти же российские футболисты из профи стали никем. Россия буквально за несколько лет превратилась в футбольное ничтожество. И это достойная цена за неспровоцированную полномасштабную агрессию против независимого государства Украины. Футбол — это лишь одна из сфер, в которых Россия из влиятельного игрока буквально превратилась в фейлдстейк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова